Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, и это Forbes Digest. На нашем канале мы уже рассказывали о самых разных неудачах и ошибках, которые случались на карьерном пути у известных российских миллиардеров. Но в этом выпуске мы поговорим про репутационно неоднозначные действия, после которых над миллиардерами был в лучшем случае троллинг, а иногда и существенные проблемы. Олег Дерипаска и Настя Рыбка Мы не можем не упомянуть один из самых громких инцидентов последних лет. Всплывшие подробности о миллиардере Олеге Дерипаске и Насте Рыбке. История одного из самых богатых людей России, Олега Дерипаски с Настей Рыбкой, вылилась в крупный политический скандал в феврале 2018 года. Он даже получил интернациональное название «Рыбка Гейт». Произошло это после обнародования факта о неформальных переговорах между миллиардером и членом правительства России Сергеем Приходько на яхте Дерипаске. Пикантности добавили детали встречи, ведь на ней, кроме миллиардера и политика, была сотрудница эскорт-агентства Анастасия Вашукевич, собственно Настя Рыбка. Скандал разразился после выхода на Ютьюбе фильмы расследования фонда борьбы с коррупцией «Яхты олигархи девочки. Охотница на мужчин разоблачает взяточника». Основой для видео стал ряд постов Насти Рыбки. Девушка во время отдыха на яхте с вышеупомянутыми господами снимала подробности их общения на камеру и постила все в Инстаграм. Содержимое этих постов и вызвало горячую общественную дискуссию. Красотка. Смотрел. Сейчас ты догнулась, а я ее увидела. С тобой нужно, чтобы вся торговая. Аферу ставить, идти ждать, я вообще не поздала. Ты что надеешься, что тебя отсюда выпустят, потому что? Да, я так и не знаю. Руки заломаем, положим здесь и ханай тебе. Выписывайся. У нас с Америкой плохие отношения. Почему? Потому что за них отвечает подружка Сергея Эдуардовича. Ну, он так называется. А в молодости она в твои годы месяц прожила на китобойном русском судне. И она после этого ненавидит страну. Нас? Ну, вас-то она ненавидит. А почему ненавидит? Плохие попались на реке. Насиловали, что ли? Почему он выбрал вас? Это я выбрала его. Вот в таком виде были посты в инстаграме у Насти Рыбки. Интернет, как известно, помнит все. Дерипаска быстро осознал, что информация, просочившаяся в интернет, может стать для него проблемой. Он все отрицал. Готовь, пожалуйста. Спасибо. Настя Рыбка в ответ пригрозила выдвинуть обвинение в групповом изнасиловании. Если только Олег Дерипаска, как джентльмен, не согласится спасти ее честь, женить бы. Либо он на меня женится, и тем самым я не потеряю свою честь и достоинство. Либо я напишу заявление на изнасилование групповое, и я буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на путь, говорят, и рассказали, как это все было на самом деле, и ответили за свои поступки. Ситуация одновременно комичная и ужасная. После того, как история о путешествии на яхте утекла в сеть, Настя Рыбка моментально очутилась в тюрьме. Причем в данном случае прослеживаются некоторые юридические и географические аномалии. Рыбку задержали в транзитной зоне Таиланда перед отправлением на родину, в Беларусь. Задержали ни много ни мало, на годок. Вы привыкаете в жизни, что если вы хотите что-то изменить, какие-то усилия с вашей стороны, вы что-то меняете. А там такого нет. За счет этого людей едет крыша, они вешаются, они там пытаются как-то изменить ситуацию, а выход только один. Или ты выигрываешь кейс, или ты уходишь из жизни. Я не строю себя героя. Четыре русских человека, мы между нами еще умудрялись ссоры происходить, конечно же. Если нас четверо против всего мира, мы, конечно, поругаемся обязательно. Сколько в комнате людей жило? 70. 70 человек? Ну, то есть, вот столько вот места у вас есть для личного пространства. Вот так. Если можешь ноги согнуть, вообще классно спишь. Ты сама вообще понимаешь, в какую... Жопу. ...вообще, да, ситуацию ты себя поставила. Это же дикий риск. Ну, Ксения, это вопрос о прошлом. Я сейчас не могу изменить тех событий, которые были дома. Я могу только на них реагировать. А после попадания в санкционный список США, Олегу Дерипаске было совсем не до конфликта с работницей эскорту слуг Настей Рыбкой. Некогда миллиардер Александр Лебедев и драка на НТВ. В самом первом российском рейтинге Forbes Александр Лебедев занимал 25 место с состоянием в 1,4 миллиарда долларов. В том же рейтинге Лебедев был даже выше Усманова, который в 2004 году занимал 36 место с состоянием в 1 миллиард. Как все поменялось за эти годы. Список богатейших бизнесменов России Лебедев в последний раз входил в 2015 году. Тогда мы оценили его состояние в 400 миллионов долларов. Зайдем на его профайл на нашем сайте того времени. Кем был в СССР? В конце 80-х работал в посольстве СССР в Лондоне вместе с будущим президентом ВТБ Андреем Костиным. В 93-м году они основали русскую инвестиционно-финансовую компанию, специализирующуюся на работе с внешними долгами. Капитал. Национальный резервный банк. Недвижимость. Сделка. В 12-13 годах продал почти весь свой пакет аэрофлота. 15 процентов, чтобы пополнить капитал резервного банка, деятельность которого была парализована постоянными проверками Центробанка. Событие. В июле 2013 года был приговорен Останкинским судом Москвы к 150 часам обязательных работ по делу о нанесении побоев предпринимателю Сергею Полонскому. Вот с этого момента поподробнее. Осенью 2011 года между банкиром-медиамагнатом и девелопером-застройщиком Москва-Сити Сергеем Полонским произошла стычка прямо в телестудии НТВ. Я уже просто устал. Честно говоря, желание просто дать в морду, понимаете? Так вот. Слушай, попробуй. Ты хочешь проэкспериментировать? Давай, давай. Ты хочешь проэкспериментировать? Ты что, ты все вздурел, что ли? Дружище. Александр Евгеньевич, пожалуйста. Я понимаю, что это будет красивая картина, но я вас умоляю, столько людей уже дрались в этой службе. Вот этот человек, например, да, там три года назад сказал, что башня Федер... Казалось бы, ситуация комичная, но после нее Лебедев был признан виновным в избиении предпринимателя и приговорен к 150 часам обязательных исправительных работ. А спустя еще некоторое время против него было возбуждено уголовное дело о нанесении побоев по мотивам политической ненависти. Да, кстати, участнику стычки Сергею Полонскому приписывают расхожую фразу. У кого нет миллиарда, могут идти в... Можно было притянуть это к ошибке бизнесмена, однако видеоподтверждения или аудиодорожки нет. А сам Полонский много раз отрицал свое авторство этого высказывания. Но на этом наш списочек не заканчивается. Алишер Усманов и его тьфу на тебя, ставшее мемом в интернете. Тьфу, тьфу, тьфу на тебя еще раз, тьфу на тебя еще раз, тьфу на тебя еще раз. В марте 2017 года фонд борьбы с коррупцией опубликовал свое нашумевшее расследование «Он вам не Димон». В нем утверждалось, что Алишер Усманов подарил фонду поддержки социально значимых государственных проектов, которые авторы фильма связали с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, дом 4,3 гектара земли в поселке Знаменская общей стоимостью около 5 миллиардов рублей. Усманов заявил, что публикация ФБК порочит его честь и достоинство, а также, что Навальный некомпетентен и склонен ко лжи, после чего Люблинский районный суд Москвы зарегистрировал иск Усманова к Навальному и ФБК. Негодяй, на мой взгляд, это человек, который не знает другого, готов ругать о нем. Этим мастерством ты обладаешь просто великолепно. В степени даже превышающей любые человеческие нормы. В ролике Усманов обращается к Навальному на «ты» и сначала комментирует слова Алексея о том, что он является уголовником. Усманов отметил, что действительно сидел в тюрьме еще при советской власти. Но судимость эта была признана судом Узбекистана сфабрикованной, в отличие от судимости Алексея Навального. Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что я сидел в тюрьме. Начнем с этого. Мне скрывать нечего. Я 6 лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме и причем по реальности сфабрикованному делу. Усманов вовсе не скупился на выражения. Он называет Навального неучем, лузером и неудавшимся бизнесменом, сомневается в его юридической квалификации и многократно обвиняет его во вранье. В частности, Усманов резко критикует слова Навального о том, что его состояние заработано сомнительным путем. Из нас двоих уголовник – это ты. Усманову можно понять, никому не понравится публичное обвинение во взятках. Но многие эксперты оценивают ответ Усманова излишне эмоциональным и невыгодным с точки зрения пиара. По нашей информации, Усманов лично решил так ответить Навальному. И это не был продуманный его командой пиар-ход. Мне было очень важно, как я это говорил тогда, рассказать вам правду и защитить себя от лжи и оскорблений. Алишер Бурханович хотел выставить себя в выгодном свете. Ведь пиар всегда преследует конкретные цели. И если цели Навального ясны, то цели Усманова не совсем понятны. Он обращается к известному оппозиционеру, но кроме оскорблений и угроз мы так ничего на видео и не видим. Зачем оно было сделано, а главное – для кого? Вероятно, это было эмоциональное решение. А в мире большого бизнеса такие эмоциональные решения трактуются как ошибочные. Идем дальше. Бизнесмен Умар Джабраилов. К подобным кейсам громких репутационных ошибок также можно отнести случай с бизнесменом Умаром Джабраиловым, который устроил стрельбу в отеле Four Seasons. Немного о Джабраилове. В 1997 году господин Джабраилов стал президентом группы Плаза, занимающейся управлением крупными объектами недвижимости в Москве. В частности, отелем «Рэдисон Славянская» и торговыми комплексами «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд» на Манежной площади. Джабраиловы интересовали разные области бизнеса. Ассоциация рекламных фирм «Тихая гавань», дочерняя структура Плазы специализировалась, например, на наружной рекламе. В Москве ей принадлежало примерно 20% счетового пространства столицы. В 90-е нулевые его имя часто было на слуху. Успешный бизнесмен, начинающий политик и, конечно же, плейбой. О его романах ходили легенды. Вот, например, супермодель «Черная пантера» Нуайми Кэмпбелл. В 2000 году Умар Джабраилов даже баллотировался на пост президента России. Набрал он тогда 0,08 голосов избирателей. С 2004 по 2009 Умар Джабраилов представлял в Совете Федерации Чеченскую Республику. Был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С 2014 года стал заместителем председателя Российско-Арабского делового совета. Также президентом Российско-Катарского делового совета. Короче, Джабраилов имел множество регалий, подчеркивающих его статус. Но как такой деятельный и серьезный Джабраилов дошел до стрельбы в отеле? В один из дней 2017 года охрана отеля Four Seasons, расположенного буквально в сотне метров от Красной площади, всполошилась. Увидев, как на мониторе видеонаблюдения в лифт на шестом этаже входит гость. Тот самый Умар Джабраилов с пистолетом в руках. Это была нелепая ситуация. Но что заставило нажать на курок? Говорят, состоятельный гость проголодался и заказал ужин в номер. На еду привез не официант, а обычная горничная. А еще пишут, что полицию он встретил словами «не сдамся без боя». До кровопролития, к счастью, не дошло. Постояльцы все же уговорили Джабраилова разоружиться. Как объяснял экс-сенатор, стрелять в номере он начал из-за провокации со стороны руководства и службы безопасности отеля. Я умею обращаться с оружием и очень хорошо. И дружу. Экс-сенатор честно говорит, с оружием он на ты. Это не было нелепой случайностью. При этом Джабраилов заявил, что сожалеет, что поддался на провокации и нарушил общественный порядок. Однако отметил, что другого выхода у него просто не было. Я поступил правильно. Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом. Сам Джабраилов назвал это наговорами и клеветой недоброжелателей. Ничего не нашли. Я не понимаю. Если человек известен, он должен весь фраерский набор иметь. Это неправда, возмутился Джабраилов, добавив, что занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. По какому-то белому порошке, если только не нашли, пищевую соду. Может быть это, да? Неужели соды миллионер гасил изжогу? В моей жизни наркотики были по телевизору и наркотики были перед глазами. По данным СМИ, тест показал, что в момент задержания Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения. Подобные выходки, конечно, не могли остаться незамеченными со стороны партнеров и коллег Джабраилова. После выяснения деталей дела ему назначили штраф 500 тысяч рублей, а также исключили из партии «Единая Россия». Бывший советник экс-сенатора Шамиль Бино в разговоре с корреспондентом BBC заявил, он по характеру человек такой, достаточно остро воспринимает окружающую действительность. Очень чувствительный к красоте, очень чувствительный к несправедливости. И наш последний кейс на сегодня. Миллиардер и ютуб-блогер-миллионник Игорь Рыбаков. Его ошибка – самый первый выпуск на его ютуб-канале. Под этим видео Рыбаков собрал более 20 тысяч дизлайков. Кто они все эти люди? Вот кто? И почему миллионы подписчиков у них, а не у меня? Не объясним, а ну факт, не объясним, а ну факт. В конце концов, у кого миллиард долларов? У них или у меня? Я ведь кое-что знаю об успехе и мотивации. Позже Игорю все-таки удалось справиться с натиском хейтеров. Однако в недавнем интервью он рассказывал, что думал даже удалить свой канал. Поспешно снятый ролик Рыбаков назвал ошибкой. «Иногда нужно подождать, чтобы не сделать х***ю», – говорил Рыбаков. Хорошее и универсальное правило от миллиардера. Стоит взять на заметку. Вот так, друзья, ошибки совершаются по совершенно разным причинам. Тем не менее, за них нередко приходится платить достаточно высокую цену. Но как бы не было грустно и обидно ошибаться, мы хотим вам напомнить, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А на пути людей деятельных и создающих что-то новое всегда встречаются промахи. Но на них ведь можно учиться. Это была последняя серия выпусков об ошибках миллиардеров. Пишите в комментариях, на какие темы нам стоит еще снять подобные передачи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»